Всем привет, с вами Артём. Сегодня у нас суббота и выходит подкаст, который должен был появиться как раз под конец недели. Сегодня я расскажу парочку новостей канала, парочку новостей из жизни и как это всё будет взаимосвязано с каналом. Ну и заодно поотвечаю на ваши вопросы. Вопросов было не так много, но лишний раз напоминаю, что вопросы для подкаста вы можете оставить в теме «Вопросы для подкаста» в группе ВКонтакте. Ссылка на группу есть в шапке канала в описании канала под каждым видео. Итак, ребят, собственно, о чём мы сегодня поговорим? Я в первую очередь хочу сразу рассказать про некоторые изменения в расписании. Сейчас у нас, во-первых, вообще июнь. Июнь сейчас достаточно нестабильный. Каналы это в принципе никак и особо не коснётся. Летсплеи, они стабильно выпускаться будут за исключением ближайших трёх дней. Сейчас я об этом отдельно поговорю. Так вот, в июне у меня сейчас достаточно много работы в театре, поэтому у нас сейчас достаточно нехило слетели стримы. Стримы я вообще планировал каждый день проводить, но сейчас на них просто времени нет. Поэтому я сейчас стараюсь успевать записывать и монтировать то, что успеваю. То есть основной столб, основа моего канала. То есть это прохождение. У нас закончилось прохождение The Last of Us. Я думал, что я на эту неделю какую-нибудь игру запихну. Вообще я планировал Gone Home пройти, но чё-то я так на неё посмотрел и как-то не впечатлён вообще. И в итоге я решил, что пока пускай на этой неделе, эта неделя, пускай она у нас такая... Она у нас сейчас будет весьма странная, я сейчас объясню почему. Всё-таки вот просто... У нас сейчас будет две игры. Это Ведьмак 3 и Uncharted 3. С Uncharted тоже там забавная ситуация произошла. Я его записывал вчера, и я умудрился пройти игру до конца, но при этом у меня почему-то не записался мой голос. Поэтому я сегодня сидел и перезаписывал серии, но они выйдут. Они будут выходить, всё нормально будет. Вот. И, значит, пока что будет две игры, и по мере возможности какие-то вложики, иногда, когда у меня будет на это время, иногда, может, какие-то стримы, потому что надо уже к Обливиону вернуться. Уже две недели в него не играли. Надо бы уже вернуться за него. И, собственно, что ещё остаётся? Ну и плюс всякие передачи игрокуль Don't Play. У меня пока нет времени за них браться. Я за них максимально возьмусь уже в июле. Потому что у меня сейчас, как я уже сказал, есть запары с театром. Сейчас очень много спектаклей, много программ, и у меня меньше времени сейчас на то, чтобы заниматься какими-то креативными видео, которые требуют, например, всего полного рабочего дня. А Don't Play, например, это одна из таких передач, когда ты на буквально шестиминутную передачку тратишь весь день. Вот. И, значит, дальше. Что у нас по расписанию? У нас произойдут некоторые изменения на ближайшие три дня. То есть на 12, 13 и 14 числа. Потому что, господа, Е3. Е3 приближается. Е3 уже начнётся завтра. Первая конференция, по-моему, от Бефезды пройдёт завтра в 11 часов по Москве. В 11 вечера по Москве. В 23.00 по Москве. И я планирую все конференции стримить у себя на канале. Возможно, я буду один где-то. Где-то я, возможно, буду с нашими админами, с модераторами канала. Где-то мы будем... Ну, в общем, я буду... Я планирую... У меня чёткое расписание сейчас стоит всех конференций. Я буду следить за каждой из конференций. И буду ретранслировать её у себя на каналах, на Твиче и на Ютубе. И будем по мере возможности переводить, комментировать, обсуждать то, что будет показано на этой конференции. Вот. Единственный, опять же, единственный момент, что, возможно, немножко обрезанно получится провести конференцию Sony. То есть, не до конца её получится постримить из-за того, что это будет 14-е число. У меня 14-го числа 4 спектакля. Вот. И выезжать мне придётся рано. Но я надеюсь, что я хотя бы час конференции смогу вытащить на трансляцию. Вот такие дела, ребят. Поэтому пока у нас будут вот эти 3 дня Е3, на канале ничего, кроме вот этих трансляций Е3, не будет. Не будет летсплеев, не будет всяких каких-то влогов, не будет новостной передачи. Потому что сейчас все новости, как ни крути, всё равно будут посвящены Е3. Поэтому я буду заниматься сейчас вот именно ретрансляцией Electronic Entertainment Expo. Главной, можно сказать, что главной игровой конференции года. Вот. Ну и, собственно, я, в принципе, всё сказал. Что касается Uncharted 4. В скором времени мы закончим уже Uncharted 3. Он закончится на канале. Uncharted 4 пока не могу взять просто, потому что у меня пока денег на него нет. Я надеюсь, что где-то ближе к концу месяца я, наверное, его возьму. Но там посмотрим. Как дело пойдёт. Вот, ребят. Ну, собственно, это все новости канала. Так что я всех буду вас ждать на конференции Е3. Я вывешу расписание. Я вывешу расписание воскресенья, 12-го числа. Во сколько, какая конференция вместе с ссылкой. Я прям закреплю этот пост. Я его продублирую на стене, чтобы он висел верхним. Чтобы он наверху в шапке висел. Чтобы никто потом не говорил то, что «А я не знал о трансляции!» Вот. Так что вот так, ребят. Ну и, в принципе, раз с новостями мы закончили, то давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Их было не так уж и много. Да, все летсплеи начнут заново снова выходить с 15-го числа. То есть 14-го числа, последний день Е3. В формате онлайн-трансляции он потом ещё будет идти до 16-го числа. Как походить, пощупать. Но это, понятное дело, не про нас. Вот. Так что вот такие вот дела, ребят. С 15-го числа всё возобновится. Так, вопросы, значит. Мирон Семчук, Артём, а играл ли ты в более старые части The Elder Scrolls, такие как Арена и Даггерфолл? Арену я чё-то запускал на Досбоксе. Я не понял, как её расстроить, чтобы она не тормозила. Она чё-то вообще лагала по-страшному. Я не понял, как настроить Досбокс, и в итоге я как-то так ничего с ним не сделал. Что касается Даггерфолла, я вообще его никогда не запускал. Я только видел на картинках. Антон Вегуляр, Артём, какие у тебя кулинарные предпочтения, что чаще всего себе готовишь? Я себе ничего не готовлю. Ладно, макароны, пельмени. Всё. Всё по-простому. Вообще, я где-то уже отвечал на подобный вопрос. Вообще, я умею хорошо готовить пиццу. Вот. Я где-то, помню, отвечал уже на этот вопрос, и, по-моему, неоднократно. Вот. Это надо уже в этот вопрос в FAQ добавить, который всё равно никто не читает. Ладно. Ну и, собственно, слушайте, подкаст такой короткий получился неожиданно. Неожиданно. Всего 7 минут. Внезапно. Ну ладно, почему бы и нет. Иногда надо разнообразить мои подкасты и коротким подкастом. Поэтому, если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch-канал. На этом всё. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok